Вот здесь грань, она в психике находится. Психическое тело человека должно быть в балансе. В психическом теле есть вот эти грани. Если человек куда-то в дисбаланс пошел, у него происходит какой-то вид напряжения психического. И он по этому напряжению может следить, куда его понесло. Например, когда человек слишком много хочет отдыхать, возникает вот это ощущение пустоты в жизни. Ну то есть не замыклости, он ходит по этому пляжу, говорит, сколько можно, блин, я уже устал на этом Майами. Я хочу домой, сама. Там у меня дорога. Ну то есть это признак в психическом теле начинать дискомфорт. Вроде бы ты хотел в Майами, но его уже слишком много. И там уже скучно ходить, и уже вроде накерялся, и все наделался, что хотел. Ну что дальше? Дальше нечего. Надо ехать домой. Так. Работал как и шаг, потом поехал на Майами. Там ухрюкался на этом Майами, потом поехал опять работать как и шаг, да? Чтобы поехать опять на Майами и ухрюкаться там. Это называется счастливая жизнь, да? Кто работает как и шаг, потом отдыхает как и шаг. Не обязательно. Я с вами согласен. Нужен баланс. Все правильно. Но если ваша цель поехать на Майами, то это не жизнь. Потому что каждый день на работе вы думаете, думаю, когда я уже на Майами. И так, ну, хорошо, что вы включились. Спасибо вам за обратную связь. Нормально. И все равно мне хочется быть важнее, плавнее, лучше. Я по этому буду всегда вас оспаривать. Так действует сложное эго вектор. Вектор должен быть круче всегда. Итак, движемся вперед. Цели могут быть связаны с эгоизмом в невежестве, и цели могут быть связаны с эгоизмом в благости. Два вида целей. Цели, которые связаны с эгоизмом в невежестве, напрягают человека в конечном счете и приносят страдания. Цели, которые связаны с эгоизмом в благости, они приносят счастье. Сразу возникает вопрос, а можем ли мы контролировать цели вообще? Есть два вида целей. Одни цели контролировать невозможно, и просто их надо направить в нужное русло. И есть другой вид целей, которые можно контролировать. Цели, которые возникают в результате хода жизни сами собой, их невозможно контролировать, их нужно направить в нужное русло. Например, маленький ребенок растет. В совместимости от возраста есть разные цели. Допустим, ребенку 5-6 лет, он начинает сильно двигаться. У него цель движения. У него развивается психическое тело, связанное с правой энергией. То есть ему нужно развивать энергию. Если он будет мало двигаться, он будет вялым по жизни. Нужно в этом возрасте набегаться, напрыгаться, наполниться силой. И когда ребенок двигается для себя, он просто бегает по улице, там туда все, в это время идет неправильное развитие. Его цель осуществляется неправильно. Его надо отдать на тренировку, чтобы он тренировался для удовлетворения старшего. Для того, чтобы тренер скажет делать. И тогда его движение станет наполненным знанием. Например, первый тип развития. Человек развился, и он может заставить себя что-то делать. Потому что он уже заставлял себя в детстве. Его учили так жить. А второй вид развития, он будет делать только то, что хочется. А хочется ему балдеть. Где-то побегать, попрыгать. И допустим, если человек может себя заставить, он может гвоздик бить. Может что-то полезное сделать. А если он не может себя заставить, он может в орибольчик поиграть. И все, у него на это могут силы только тратить. Понимаете, разница в развитии? То есть цель ясна. Ребенок должен двигаться. Как эта цель будет осуществляться, для этого нужно иметь знание. О разных способах осуществления этой цели. Один способ эгоизм, невежество, означает, что хочу, то или делаю. Эгоизм в благости, означает, я подчинен. Я действую под руководством старших. Поэтому родители, когда отдают ребенка, чтобы его учили, как правильно двигаться, его энергия движения занимается в правильном ключе, тогда в этом случае он обретает возможность контролировать свое движение. То есть он становится грамотным, разумным человеком в этом области. Движемся вперед. Допустим, появляется у девушки в юности, появляется потребность выйти замуж. И смотрите, как интересно работает эта потребность. Это цель жизни, формируется цель жизни. Мы сейчас говорим с вами о жизненно важных целях. О целях, из которых невозможно жить. Но есть еще высшая цель жизни. Мы ее коснемся чуть позже. Когда мы говорим о целях жизни, мы также говорим о причинах стресса. Потому что когда цель жизни направляется в неправильное русло, потом в будущем возникает стресс. Вот, допустим, я сказал о ребенке, который не может двигаться под контролем. Какой вид стресса получает человек в будущем от этого? Как вы думаете? Это в лучшем случае он подчиняться начальнику не захочет. Работать человек не хочет. Понимаете, если он двигаться не научился заставлять себя, а он просто на работу не хочет ходить, ему трудно заставить себя работать. Он может в волейбольчик поиграть, там пойти побегать, попрыгать. А вот пойти там работать он не может, потому что у него психика заточена в другую сторону. И какой стресс человек получает? Он получает... Ну, понятно, он получает вот этот стресс неудачника в жизни, понимаете? Он не может церилизовать, он не знает, как ему жить нормально, потому что у него нет силы заставиться работать. Вот у кого он лишь не может заставиться работать, поднимите руку. Видите, есть такие люди. Есть люди, у которых реально такая проблема. Это стресс или нет, скажите вот. Это реальный стресс. Причина этому стрессу необразованность вот эта вот, которая еще в детстве, в раннем произошла. Теперь объясним, как развивается стресс в юности у девушки, которая не понимает, как обращаться с энергией, с этой энергией любви, с этим желанием выйти замуж. Вот смотрите, два варианта развития событий. Первый вариант – это идти на поводу этой энергии. Я хочу выйти замуж. Это идея, что рождает. Она рождает мечту. Поверь в мечту, поверь в мечту, поверь в мечту, скорей. Начинаю верить в мечту. Что дальше? Чем больше женщина направляет, девушка направляет энергию в эту идею. Я должна выйти замуж, я не могу так больше жить. Я должна выйти замуж. Она в какую сферу жизни себя направляет? В ту, которую она контролирует, или в ту, которая ей не подвластна? Не подвластна, конечно, потому что выйти замуж – это награда, это результат уже. Один, которые подходят ко мне, говорят, Олег Геннадьевич, когда я выйду замуж? Посмотрите на меня, вот, где я внесусь, когда я выйду замуж. Вот это. Один, два, три года, сколько можно? Это все равно, что футболист подходит к суде и говорит, когда я получу Кубок мира по футболу? Всегда. Ну да, давай, рассказывай мне. Год, три, два, три, четыре. Понимаете? То есть выйти замуж – это то, что нам не принадлежит. Это вне сферы нашего влияния. Это деятельность сложного эгоизма. Человек хочет выйти замуж, но он мечтает. Кстати, девушка, которая находится в таком сознании, она настолько изнашивает свою психику, настолько расшатывается, что когда она уже видит человека, который действительно может ее взять замуж, она не может нормально себя вести рядом с ним. Она быстро с ним прыгает по следу раньше времени, потому что ей тяжело как бы сопротивляться вот этому желанию, потому что сразу остывает, осужает желание у мужчины. То есть он быстро достиг чего-то, ему уже не надо, он остывает сразу. Дальше. Она реально не может контролировать себя. А девушки, которые смогли все-таки выйти замуж и долго ждали, они потом мужа третируют, потому что для нее выйти замуж означает вполне конкретные вещи. Чтоб ласково разговаривал, чтоб нежно себя вел, чтоб заботился там и так далее. У каждой женщины свое. Она говорит, я знаю, сколько я тебя ждала. Ждала пять лет, где ласковые слова. Она каждый раз со мной мучает, мучает. Ну не знаю, что они делают уже. Она вас только ждала, я не кричал. Это результат неправильного мышления, понимаете? Но чаще всего они просто не выходят замуж. Потому что девушка, которая просто хочет выйти замуж и мечтает. Она постепенно входит в стрессовое состояние, если не стресс. И это приводит ее к тому, что она бледнеет. У нее высота, тело пропадает. Взгляд становится воспаленным. Она отвергает себя. Ой, ты дурочка моя, приватый дурочка. Для чего же из худого фигурочка не может повратиться к врачу? Ничего я не хочу. Понимаете, да, это состояние? Кому такая нужна? Девушки, что нужно мужчинам? Вот почему они влюбляются? Что им нужно? Вот это вот? Или что? Что ему нужно? Как? Это понятно. Ну вот как он, влюбленность, как вот и наступает? Ну, ну что значит нравится? Вот это? У нее глаза Брянь, петли, карата Брянь, петли, карата Брянь, петли, карата Не пари, летели беты Это означает, что она активную жизненную позицию занимает. Ну, радостная, счастливая, обмельнела, убежала. Ну, привязанная. Как женщине такое стать? Как такие, такой стать? Поднимать, куда ее поднимать? Она и так наверху, лунная. Ладно, ладно, я так, шучусь. Нет, вы неправильно говорите. Ладно, смотри. И что будем делать? А сейчас танцы! Ну, че, че нам делать-то? Я не знаю. Первый раз у меня такой. А это че, в городе свет выключили, что ли? О, спасибо вам, да. Но я не могу так лекцию читать. А меня слышно сзади? Ну, все, тогда тишина. Я читаю лекцию дальше. Итак, смотрите, идея в чем заключается? В том, что девушка должна учиться направить свои силы на то, чтобы действовать по-женски. Надо делать то, что в компетенции ее возможности. Понимаете, выйти замуж – это награда. А женщина должна использовать свою женскую энергию в жизни. Она должна включить истинное эго. Что такое истинное эго? Это означает служить по-женски. Учиться быть доброй. Учиться быть ласковой. Учиться быть заботливой. В конкретных ситуациях нужно действовать по-женски. Нужно быть активной. Нужно жить. Нужно радоваться жизни. Нужно заботиться конкретным человеком. Нужно быть доброй с конкретным человеком. Нужно отношения строить с конкретными людьми. Нет, мужчины, парни, значит, строят отношения с подружками, с мамой, с папой. Учись быть девушкой. Учись отношениям. Потому что женская энергия должна развиваться в сфере отношений. А не на работе за комбайном. То есть женщина должна учиться в близких отношениях развивать себя. И когда она разовьет себя в полной степени, она когда станет самодостаточной. Когда она самодостаточной в жизни станет, тогда она станет красивой. Потому что красота женщины, она зависит от ее удовлетворенности. Удовлетворенность означает, что ее цель выбрана правильно в этом направлении. То есть пришло время, и ей пора замуж выходить. Понимаете? Время думать о девчонках в этом возрасте пришло. То есть пришло время выходить замуж означает, что нужно делать. Нужно заставить себя перестать мечтать. И начать просто служить по-женски всем людям вокруг. И когда она достигнет силы в этом служении, то дальше кавалеров от боя не будет. То есть очень много будет желающих заполучить такую красавицу. Понятная система? Понятно. Ну то есть идея в чем заключается? В том, что есть разные этапы жизни. Все они рождают какие-то цели. Приходит время, хочется ребенка. Идея хочется ребенка. Что это значит? Что есть два направления жизни опять. Первое направление жизни – это ходить и думать, что это не получается за чай. И это означает, что будет еще хуже. Другое направление жизни – это начать восстанавливать свое здоровье. Бросить курить, бросить пить. Начать зарядочки делать. Женщина должна изучать, что способствует зачатию. Она должна понять вот это все, разобраться с этим. Она должна учиться быть удовлетворенной. Она должна спокойно к этой идее относиться. И тогда у нее постепенно все в спокойной обстановке получится. Я приведу даже такой пример. У меня одни знакомые решили зачать ребенка. И когда приходило время благоприятное для зачатия, они оба нервничали, у них ничего не получалось. А потом они просто отвлеклись от этой идеи. И у них все получилось. Сняли с себя напряжение, понимаете, вот просто по-человечески начали друг к другу относиться без нервов. И все получилось. Ну то есть идея в чем заключается? Что есть цели жизни, вот такие вот цели, которые приходят в жизнь в результате того, что течет в жизнь. Вот допустим, меня прямо сзади слышно или нет? Да! Супер! Спасибо, это очень здорово. Итак, видите, мы сейчас преодолеваем судьбу. Я не мог сейчас расстроиться, да? И сидеть просто, ой, цвета нет. Но я не расстраиваюсь. Я буду читать громко. Итак, смотрите, идея заключается в том, что человек в вот эти вот периоды разные в жизни должен побеждать с помощью внутреннего настроя, с помощью силы воли. Допустим, приходит время, человеку хочется квартиру, хочется жилплощадь. И опять здесь тоже два варианта. Или мы начинаем входить в состояние беспокойства и упахиваться. Или мы просто берем и каждый месяц по чуть-чуть откладываем денег. Понимаете, вот этот второй вариант, он спокойный и комфортный. А первый вариант, он вызывает в семье сильную напряженность, стресс и в конце концов разрушает семью. Если люди хотят быстрее, квартиру получше, то это еще хуже, потому что они берут ипотеку, а ипотека означает рабство. По факту взять ипотеку, которая не принесет рабство, непросто, потому что ипотеку надо в этом случае брать совсем небольшую, которая может быть улучшить чуть-чуть жилплощадь. Понимаете? И тогда люди просто выплачивают, даже не замечают этого. Но такую ипотеку никто не берет. Все берут ипотеку, которая должна сразу сделать большую квартиру. А потом на эту квартиру, как и шаки, все пол пашут. И в конце концов, когда ее выплачивают, уже эта квартира сто лет не нужна. Потому что человек в напряжении не может ни нормально жить, ни развиваться, ни работать над собой, его жизнь становится как каторгой. И сама идея о том, что завтра опять надо отдавать деньги, вызывает в нем головную боль. Понимаете, о чем я говорю? То есть идея заключается в том, что есть вот эти жизненно важные цели. Они сами по себе заставляют человека в каком-то направлении в жизни двигаться. Допустим, когда человек становится уже в возрасте, ему нужен покой. Понимаете? Покой. И он начинает гонять всех по подоконникам, всех членов семьи. Пошли все вон, оставьте меня в покое, дайте мне нормальной жизни. И это не способ жить, это деятельность сложного эго, который приводит к жутому стрессу. То есть пожилому человеку, возрасту человеку нужен комфорт и покой. Но это решается по-другому. Это решается с помощью внутренней жизни. Такой человек в возрасте должен начать молитву, он должен начать духовную жизнь, он должен начать жизнь, в которой его сердце обретет покой души. Понимаете? Но такие решения всегда приходят с помощью знания. Человек не может сам по себе вырваться из иллюзии, из обмана. Вот, допустим, человек устал. Что хочется делать само собой? Хочется лечь попозже и встать попозже. А чтобы сделать правильно, нужно усилия приложить. Потому что усталому человеку трудно даже спать лечь. Ему трудно себя заставить пойти спать. Понимаете, человек устал, ему надо было пораньше лечь спать, заставить себя пораньше лечь спать и заставить потом себя пораньше встать в постели. Потому что если он рано не встанет, когда солнце уже начинает подниматься, оно забирает жизненные силы у человека, оно перегревает психику. И в результате человек опять вялым встает. Он не выспался, хоть и переспал. Понимаете? То есть вот этот везде и всегда так работает, что если человек не знает, как правильно действовать в какой-то ситуации, то он всегда попадает в засаду. Потому что ложное эго, оно забирает у него силы. Ну, допустим, мать родила ребенка. Женщина родила ребенка. Ребенок становится опять же такой жизненно важной целью. И какой результат этого? Она начинает считать, что ребенок – это главное в нашей жизни. Если ей не объяснять, как правильно надо считать. И в результате она чем занимается? Она всю жизнь начинает третировать всех вокруг себя. Она говорит, все для ребенка, все для ребенка. И когда ребенок вырастает, он что считает? Он тоже считает, что он является главной целью жизни. Не то, что он считает, что его мама будет главной целью жизни. Нет, он точно так же себя считает своей главной целью жизни. Результат какой у этого ребенка в жизни? А результат, что он становится эгоистом просто, и все. А что надо делать маме? А маме надо знать, что когда ребенок рождается, она все равно должна мужа считать на первом месте, а ребенка на втором. И еще выше надо считать то, ради чего человек вообще должен жить. Человек должен вообще работать над собой. Он должен выше ставить святость, чистоту, искать Бога в своей жизни, искать веру. Понимаете? Потому что даже зацикленность на своем муже – это тоже эгоизм. Просто это уже концепция «моё». Это «мой муж». «Мой муж» означает тоже эгоизм. Понимаете? То есть ложное эго, оно функционирует в пределах семьи целой. Когда человек себя считает, живет только для своей семьи, это тоже неправильная жизнь. Она рождает точно такие же проблемы. То есть когда человек живет только для своей семьи, он никому не помогает в жизни, он никого не кормит, ни о ком не заботится, никому ничего не дарит, никому ничего не жертвует. Какой результат появляется? В семье накапливается эта энергия эгоизма. Сначала люди ругаются с друзьями. Есть такой феномен, когда люди женятся, у них меньше друзей становится. Знаете почему? Потому что они погружаются друг в друга, они забывают обо всех, они думают только друг о друге. А потом они начинают думать о своем ребенке. И до свидания друзья, до свидания знакомые, все до свидания. То есть люди замыкаются, до свидания родителей также. Почему люди замыкаются только на себе? Это результат неправильного понимания вещей. Ложное эго всегда человека заставляет идти неправильным путем. Цель есть, цель, разникла семья. Но древние писания говорят, что семья означает заботиться о родителях. То есть заставлять себя, хочется думать друг о друге, надо заставлять себя заботиться о родителях. Надо заставлять себя заботиться о друзьях. Надо заставлять себя быть щедрым, быть бескорыстным, служить обществу и так далее. Понимаете, когда человек так настроен, семья становится счастливой, потому что включается истинный эгоизм, который освобождает от напряжения и проблем человека. А если человек, допустим, погружается в эту личную жизнь, то начинаются скандалы, руганье, нервотрепка и так далее. Есть еще такой интересный феномен, что мужчина точно так же, как и ребенок, нуждается в энергии любви женщины. И когда женщина рождает ребенка, вся ее энергия любви естественным образом погружается в ребенка. В результате мужа не хватает. И вы знаете, что есть определенная статистика, что даже когда женщина еще беременная, или она рожает, то очень часто распадается брак. Как вы думаете, в чем причина? Да, причина заключается в том, что женщина замкнулась на себе и на своем ребенке. Она вошла в это эгоистичное состояние счастья личного, которое лишило мужа любви. В результате он метается, ему нужна женская энергия любви, у него же нет любви. Из любви соткана женская энергия, женское тело, женская психика. У нас организаторы здесь или нет? А? Нет, организаторы должны сейчас заниматься своими делами. Надо узнать, это рубильник вырубили, или это началась война. Что происходит? Надо понять это, разобраться. Можно, конечно, сидеть и лекцию слушать, но это не ваш долг сейчас. Кому лучше, а кому нет. Я вам сейчас расскажу историю одну. Один мужик в лягушку кидал камешками, и она его человеческим голосом спрашивает, да? Что? Так, у нас хорошие новости, будем читать так дальше. Это я сейчас про себя анекдот рассказываю. И он в лягушечку кидает камешками, а она им человеческим голосом говорит, а что ты в меня кидаешь-то? Он говорит, так прикольно же. Она говорит, тебе прикольно, а мне смерть. У нас немножко разная ситуация с вами. Ну ладно, ладно, ничего, все нормально. Итак, смотрите, идея в чем заключается? Идея заключается в том, что существуют вот эти вот жизненно важные цели, цели, в которых человек должен правильно себя повести. И веда объясняет по этому поводу, что чтобы правильно в этих целях себя вести, для этого человек должен понять одну простую истину, что если он не поставит себе цель выше, которая называется высшей целью жизни, то тогда жизненные цели, жизненно важные цели все равно его замучают. С ними невозможно бороться, они приковывают себе сознание. Человек постоянно ходит, нужна хорошая квартира, нужна хорошая квартира. Я хочу родить ребенка, я хочу воспитать ребенка. Меня муж не любит, меня муж не любит, меня муж не любит. Понимаете? То есть человек, когда прикован к этим вещам, то тогда его психика не способна правильно принять решение и выйти из ситуации стресса. Поэтому нужно другое решение. И другое решение содержится в сфере работы над собой. Человек должен понять, что существуют методики, древние методы, которые дают возможность отвлечься от вот этой вот засасывающей и болезненной темы, которая исходит просто из периода жизни. Причем интересно знать, что бабушке, например, замуж выйти не хочется. У нее другая идея, понимаете? У нее идея уже просто отдохнуть от всего. Маленький ребенок тоже не хочет много денег. Ему хочется в футбол играть. Понимаете? Эта идея, что много денег хочется всем, это неправильная идея. Это всего лишь исходит из потребностей, которые рождаются в результате определенного промежутка жизни. Как, допустим, если у человека попа чешется, это не значит, что у всех чешется. Это просто промежуток жизни. Точно так же у человека чешется желание иметь побольше квартиры. Я вам сейчас расскажу историю смешную, которая показывает, как это желание можно, пусть не через знание, а через страдание успокоить. Один ученик пришел к своему учителю и говорит, у меня большая проблема. Мы живем в маленькой квартире большой семьей. И меня жена уже замучила. Она говорит, если мы расширяться не будем, значит, я тебя из дома выгоню. И он пришел к своему наставнику и говорит, помогите, что мне делать. И наставник ему говорит, купи козла. Он говорит, я не знаю, зачем мне козел. Он говорит, узнаешь попозже. Но ты должен делать все, что я тебе скажу. Ученик согласился. Ну, такая смешная история поучительная. Ученик купил козла, потом пришел к наставнику. И наставник говорит, а теперь заведи его в дом и живите вместе с козлом. И когда он завел его в дом, козел, а тогда в той культуре древней все подчинялись наставнику. Жена тоже, раз наставник сказал, будем жить с козлом. Может, легче станет. И козел начал бодаться, какать, блеять. И, короче, там такая веселая жизнь начала. И жена не выдержала через две недели. Говорит, или козел, или мы все. Иди к наставнику и скажи ему, или козел, или мы все. И тогда этот ученик пришел к наставнику, вообще взмыленный. Он уже готов был разочароваться во всем. И он сказал наставнику, вы обманули меня? Нам стало еще хуже жить? Он говорит, все идет по плану. Теперь, говорит, выведи козла из дома и привяжи его за веревочку. Пусть у вас стоит рядом с домом. Верен выведет козла из дома. Жена говорит, какое счастье! Так хорошо жить в этой квартире! И они начали счастливо жить две недели. А потом через две недели жена опять тихонечко начала говорить, что там мало площадь. И тогда он прибежал к наставнику, и наставник сказал, а ты теперь не парься, просто скажи, если еще раз так скажешь, и наставник сказал, что козла придется заводить опять в дом. И так они зажили счастливо. Потому что жена приняла те условия жизни, которые ей были положены. Понимаете, в чем проблема заключается? В том, что попа чешется, и надо что-то делать, кажется. Но самый лучший способ потерпеть, и она сама перестанет чесаться. Идея заключается в том, что человеку надо переключиться на более высокие цели. И это в ведах сравнивается с тем, что если тебе нравится сахар, значит купи мед. То есть мед имеет более сладкий вкус, и более сладкий вкус затмевает менее сладкий. И веды объясняют, что когда человек занимается внутренней жизнью, духовной жизнью, то есть он сознание внутренне направляет, он начинает молитву читать, думать о святости, о чем-то возвышенном, то его психика, она наполняется силой, более благородной, чистой, чем сила, которая исходит от более низких целей. Ни одна цель этого мира не может сравниться с целями более высоких миров, где чистота и святость. И когда человек наполняется это более высокой энергией, он реально чувствуется намного лучше. Если, допустим, вам эта идея не ясна, то можете привести такой эксперимент. Возьмите просто, сделайте кому-то чего-то доброе. Это гораздо ниже уровень, который может человека развысить и сделать счастливым. Если человек думает о Боге, это еще более счастливо. Но достаточно просто взять и накормить бабушку, соседку пирожками, которая голодная, у вас сразу же на душе станет легче. Некоторые думают, ну что, бабушку накормил, настроение вроде не сильно повысилось. Я говорю сейчас не о настроении, я говорю сейчас о направленности сознания. Когда человек накормил бабушку, то его вот эта направленность сознания, на вот эти личные дела, на эти личные распри, она реально уменьшается. И человеку становится легче, проще жить, потому что его эгоизм или психика перенаправилась в нужное русло. Понимаете, это очень важно и ценно знать, что так просто можно решить свою жизнь. Поэтому люди в древней культуре, они отвлекались от своей личной жизни, которая является кандалами. Понимаете, кандалами, затягивающей цепь на шее судьбы. Люди отвлекались такими способами. Они шли и сажали газоны для всех. Они шли и кормили нищих. Они шли и просто помогали друг другу. Они шли и просто приглашали друзей покушать на обед. И так далее. Понимаете, когда человек таким образом жил, его жизнь становилась легче. Мы не знаем этих всех правил и законов. У нас нет такой культуры так жить. Мы постоянно зациклены на себе и своей семье. И поэтому мы постоянно страдаем от того, что вот эта зацикленность, она имеет болезненную природу. Потому что сам эгоизм, это и есть сила, рождающая боль.